Вопросы восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах, и в результате чрезвычайных ситуаций обсудили на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Участие в совещании принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщила пресс-служба правительства региона. Я хочу поблагодарить все субъекты федерации, которые оказывают помощь новым регионам. Направляют на их восстановление финансовые ресурсы, специалистов, строительные бригады и технику. Когда мы открывали вместе с российскими железными дорогами школу в Тулуне, вы обратили внимание на тех людей, которые находятся вдоль железной дороги. Сегодня мы вместе с правительством сформировали вот эту программу, где близко расположены грунтовые воды, они не вошли в зону ЧАЭС. Сразу хочу доложить, что в конце года, как я обещал, 320 семей уже получили квартиры. У нас остается в этой категории граждан 497 семей. Мы спланировали это на ближайшие два года. С жителями ведем, они знают, что в этом году, если будет ваше поручение, мы вводим два дома на 136 квартир, в 2024 завершаем эту работу. И в целом понимаем, что те обязательства, которые сегодня, ну, федеральный центр, региональная власть перед людьми в тот период обозначила, мы их завершаем в 2024 году. По социально значимым объектам сразу хочу доложить, что в те поручения, которые выдавали в рамках социального партнерства, сегодня компания «Полюс» и мы вместе достраиваем бассейн в Нижнеудинске. И те все социальные обязательства выполнили. Это и «Роснефть», и все, что касается «Сбербанка» ставили, «Полюс», ну и всем, РЖД, вот все компании, они свои обязательства выполнили. Ну, а дальше мы работаем в таком плановом порядке, Владимир Владимирович, у нас остается еще 44 объекта, которые нужно, ну, в рамках той программы завершить. Программу до 2024 года, если решите продлить ее до 2026 года, мы в плановом порядке работаем и с министерствами, и с Маратом Шахерзяновичем. Доклад закончен.